Там был каток изумительный для всех групп населения. У нас 8 школ и 7 детских садов. 8 школ двухсменных. И дети все ходили туда. С ностальгией вспоминает о стадионе «Буровик» жительница Куйбышевского района Самары Любовь Киселева. Когда-то спортивная площадка пользовалась огромной популярностью. Зимой здесь заливали каток и устраивали лыжные гонки, а летом ребятня сбегалась поболеть за местных футболистов. Со временем лоск территории утратила, хотя на стадионе по-прежнему можно встретить лыжников и поклонников здорового образа жизни. Вот он сам стадион, вот они дорожечки. Вот здесь МЧС проходит, здесь газопровод. С просьбой привести стадион в порядок самарцы обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. В ближайшее время начнутся переговоры по передаче объекта из федеральной собственности в региональную и муниципальную, для того, чтобы в будущем разместить на территории стадиона «Буровик» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. «Ежегодно мы получаем средства на строительство таких факотов. В этом году Самарская область уже получила 80 миллионов рублей, они зафиксированы в федеральном бюджете. И если мы сделаем все быстро, то в 2023 году абсолютно достижимо и посильно установить там необходимый факот». Без внимания не остались и жители железнодорожного района Самары. Горожане обратились к депутату Госдумы с просьбой ускорить процесс регистрации документов на оформление ТСЖ. Дома 10 и 10А в Байкальском переулке были сданы в эксплуатацию в 2020 году. За содержание общедомового имущества, внутриквартальных проездов и дворов отвечала одна из управляющих компаний города. Однако жители решили взять управление многоквартирными домами в свои руки и создали товарищество собственников жилья. «В этом случае дальше ТСЖ само отвечает за управление тем домом и никому другому уже не нужно проводить какие-либо конкурсы». Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал ускорить сроки подачи и регистрации документов ГЖИ. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События.